Орио Джангл Орио Джангл Последний месяц зимы преподнес нам немало сюрпризов. Криминальный мир тоже отличился неожиданностями. Правда в совсем другого толка. Кто-то наслаждался шоу, кто-то давил на жалость, мечтая выйти из тюрьмы. А кто-то смело и совершенно безрассудно бросался с ножом на офицера. Вор в законе Датасван получил в свою криминальную биографию еще одно дело. На этот раз его обвинили по антиворовской статье. Герлиани Грузин по происхождению. Родился в 1972 году в Абхазии. Дважды был судим. В первый раз его приговорили к 4,5 годам за кражу в Санкт-Петербурге в 1992. Во второй – к 9 годам за разбой в Москве в 2001. Воровскую корону ему вручили в Турции весной 2014, когда авторитету исполнился 41 год. По слухам, коронация состоялась в основном благодаря неблестящей карьере Датасвана, а его женитьбе – на дочери другого грузинского законника – Вальтера Джеджея. Как стало известно, 17 февраля в Минске во время задержания авторитетный белорусский вор в законе пытался защититься от полицейского ножом. Александр Кушнеров достал оружие, как только увидел бойца. Но отбиться у него не получилось. Помимо Кушнера были задержаны еще два авторитета российского происхождения. Они приехали, чтобы наладить связи с местным криминальным сообществом. А белорусский вор в законе обеспечивал их безопасность. По поступившей оперативной информации на квартире, которую снимали иностранцы, могло храниться оружие и наркотические вещества. В результате осмотра после задержания авторитетов были найдены вещества, отправленные на экспертизу. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. За вооруженное сопротивление и хранение наркотиков Кушнерову грозит серьезное наказание. Пока по этим фактам производится проверка. Младший из задержанных россиян ранен неоднократно судим. За насилие в адрес полицейского, грабеж, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений. Он планировал ехать в Турцию с Кушнером для получения воровской короны. Второй россиянин также имеет судимости за грабеж и кражи. А также разыскивается ярославскими правоохранителями. 17 февраля вышел пресс-релиз управления Следственного комитета в Дагестане, где говорилось о заведении дела против Роланда Гигичкори, Роланда Шляпы. Его обвиняют в обладании высшим воровским статусом. Как полагают следователи, Гигичкори с 1985 обладает высшим положением в преступной среде, а в третьей считается вором в законе, закрытое сообщество которых обладает значительным влиянием на криминальный мир. При этом, значится в релизе Гигичкори, пользуется своим положением и влиянием для организации преступной деятельности, контролем над ней и координацией в Дагестане. В текущее время проводятся следственные действия, в частности, определяется местонахождение Роланда Шляпы для последующего задержания. Роланг Гигичкори родился в Зугдиге в 1957, был коронован в 1985 Грузии, имеет 4 судимости по статьям за хулиганство, нанесение тяжких телесных, хранение наркотиков и сопротивление представителю правопорядка. В деле против Андрея Туркунова появились новые эпизоды. Вскрылись факты вымогательства. Шесть лет назад законник требовал у некого гражданина почти 2,5 миллиона рублей, угрожая расправы с ним и его близкими. Требование вымогателя было выполнено. Туркунов вышел из колонии в Челябинской области прошлой весной и сразу же был задержан. Следователи полагают, что авторитет контролировал молдавские банды, которые промышляли на территории Российской Федерации разбоем, кражами и торговлей наркотиками. Сам Туркунов в криминальном мире появился не так давно и очень быстро сделал себе карьеру. Уроженец Молдавии, 1981 года рождения, был коронован в 2013 в Московской области, а в 2015 его коронация была не признана Захарием Калашовым. Имеет 2 судимости, обе по наркотической статье. 10 февраля стало известно о проведенной на территории Евросоюза большой спецоперации, призванной существенно пролетить грузинское криминальное сообщество. Крупная операция принесла свои плоды. Было задержано более 40 грузин, подозреваемых в квартирных кражах, отмывании денег и незаконной торговле. В облаве участвовали грузинские полицейские атташе, через которых от МВД Грузии поступали данные о криминальных авторитетах. Спецоперация органами правопорядка готовилась около полутора лет. Облава проходила 9 февраля. Итальянские оперативники назвали ее «Канониери Курди», что по-грузински означает «вор в законе». Им даже были розданы для изучения методички с описанием этого феномена, и его отличия от мафии или каморы. Задержанные в Италии могут получить тюремные сроки до 7 лет, по статьям за создание преступной группировки, отмывание денег и воровство. Во Франции операция прошла под названием «Братва-35». Здесь среди 17 задержанных оказались и законник Каха Зугдицкий. Под его контролем находились банды Западной Европы, состоявшие из выходцев из Грузии. Задержанным во Франции грозят сроки до 10 лет и очень крупные штрафы. Им предъявлены обвинения в кражах, участии в ОПК, перепродаже краденого имущества и торговле контрабандой. 10 февраля был вынесен первый приговор в нашумевшем деле. Речь идет о вымогательстве у известного законника Васи Воскреса трех сотен тысяч долларов за попытку мошенничества осужден бывший подполковник ГУР МВД и нынешний директор строительной компании Владислав Шаповалов. В качестве наказания ему назначен срок 3 года колонии общего режима. Шаповалов, притворившись действующим сотрудником МВД, предложил свою помощь Кристофору, которая заключалась в прекращении расследования против него дела. Поскольку обвиняемый признал свою вину полностью и стал сотрудничать со следствием, его дело было рассмотрено в особом порядке, за одно заседание. Шаповалов рассчитывал на условный срок, поэтому для него приговор стал полной неожиданностью. Защита бывшего подполковника уже подоложала ему. Это был пока что первый приговор в этом деле. При этом Шаповалов действовал не в одиночку, и все участники махинации признали свою вину. 8 февраля продолжилось осмотрение дела Тенгиза Гегиберии, Тенга Патийского. Его обвиняют по антиворовской статье. Пока шло следствие, свою вину Гегиберия не признавал и показания не давал. Но в суде вдруг резко изменил свое мнение. В этот день был запланирован допрос свидетеля обвинения, но авторитет вдруг признал свою вину. Обратившись к суде напрямую, Гегиберия заявил, что все обвинения против него правда, что он и впрямь является вором в законе с 1996-го, что ему очень тяжело, и он просит быстро вынести ему приговор. В ходе заданных Тенга Патийскому вопросов выяснилось, когда и как его короновали, что он делал тюремные татуировки, но не знал их значения. Подсудимый не смог пояснить, почему за все 17 лет его тюремного стажа за ним числится больше трех сотен различных взысканий, при этом нет ни одного поощрения. Гегиберия признал, что с апреля 2019-го, когда вступила в действие антифоровская статья, он обладал соответствующим статусом, но при этом функции вора в законе не проявляла. Якобы он не контролировал общак, никого не короновал, не решал конфликтные ситуации. Однако по материалам дела это не совсем право. Ежемесячно заключение переводили Тенга Патийскому от одной до четырех тысяч рублей. По этому поводу подсудимый заявил, что это все оговор, а обвинение дело рук сотрудников колонии. Напоследок Гегиберия заявил, что желает только одного, освободиться и заняться своими детьми. А когда он освободится, то откажется от титула, и криминальной деятельностью заниматься больше не будет. При этом авторитет поклялся всеми святыми. И если чудо не случится, и суд сочтет доказательства против него достаточными, Тенга Патийскому грозит до 15 лет тюрьмы. Отбывающему в украинской колонии срок Гиге Азургецкому сообщили о том, что он вместе с двумя смотрящими подозревается в организации воровской сходки, а также в насаждении воровских традиций. Следствие полагает, что во время нахождения в Новгород-Северской колонии Гига Азургецкий, занимая положение законника, распространил свое влияние на всю тюрьму. Он назначил двух смотрящих из числа осужденных на пожизненный срок, разрешал конфликтные ситуации. При этом его решение считалось обязательным к исполнению для всех. Кроме того, Гига Азургецкий контролировал общак, а также организовал и провел сходку. В ходе следственных действий были проведены обыски по местам отбывания подозреваемых. Следствие пока что продолжается. Его ведут сотрудники ГУ Нацполиции Украины. 2 февраля стало известно о появлении дела по антиворовской статье. Расследование инициировано в адрес Ивана Югая, Ивана Резаного, задержанного в прошлом году. Также следствие считает, что Иван сторонник более авторитетного Зураба Йенделадзе, Зураба Кутаисского. Иван Югай был задержан челябинскими оперативниками по статье за вымогательство. Также его подозревают в разбое и участии в нелегальном обороте оружия. В качестве меры пресечения для подозреваемого было выбрано заключение под стражу. А уже позже заведено дело по факту занятия им высшего положения в воровском сообществе. Иван Югай, по некоторым сведениям, входит в состав группировки Халиулинские. ОПГ после ареста ее ключевых участников в настоящее время фактически ликвидировано. Альберт Рыжий, Али Гейдаров, не так давно справил свое 40-летие. Во время празднования в арендованном им по этому случаю ресторане «Очах» произошло то, что вряд ли ему когда-то простят российские силовики. Когда торжество шло полным ходом, в зал внезапно стали заходить люди в форме, без специальных нашибок, по которым можно было бы определить, какому ведомству они принадлежат. Из ряда напугав гостей, спецназовцы подошли к хозяину и преклонили перед ним колени. Далеко не все оценили это шоу по достоинству. Даже в рихие 90-е воры в законе не позволяли себе такую дерзость. Это во многом объясняется серьезными покровителями современных воров в самых верхах властных и силовых структур. Однако, со спецназом лучше таким образом не заигрывать. Вряд ли подобную шутку они снесут молча. Вполне возможно, Олеге Идарову стоит подготовиться к месте с их стороны.